Мухаммад, Мухаммад, салату и салам. Каждый день мы слышали о новостях в исламе, врагах ислама и о том, что идет война. Это война не новость. Она была там еще сто лет назад, тысячу лет назад. До тех пор, пока существует куфр, войны не закончатся. Здесь важно понимать, с кем вы. К сожалению, эта война началась еще сто лет назад, когда османский халиф пришел в нынешний город Газа, как халиф ислама. И в то время, как османские солдаты воевали с кафирами, мусульмане вместе с кафирами нападали на османов. Они сказали, вы нам здесь не нужны. Мы сами возьмем это место под свой контроль, как землю арабов, и начали воевать. Гранд-шейх Саидина Абдулла Аль-Фаис от Дагестани также в течение трех месяцев оказывал сопротивление англичанам в Газе, в этом святом месте. Он оказывал сопротивление, когда шла война, но потом пришел приказ отступать. Везде было много предателей. Гранд-шейх покинул Газу и пробыл шесть месяцев в Иерусалиме. Затем его вывезли оттуда. Так что эта война не новая. Мусульмане оказывают уважение другим, они не доверяют Аллаху и не помогают ему. Помогая другим, они думают, что тем самым спасут себя. Результат здесь очевиден. Если бы там были османы, никто бы не осмелился сотворить такое зло. Мы должны молиться, чтобы Аллах защитил и помог нам. Они наши братья. Мусульмане, братья друг к другу. Даже если они мусульмане, все равно в людях должна быть гуманность. То, что сейчас там происходит, не имеет ничего общего с гуманностью. Запад, к которому все бегут и смотрят на него снизу вверх, может поднять большой шум из-за того, что вы дали пощечину какому-то террористу или аморальному человеку. Здесь же убивают десятки тысяч младенцев, детей и женщин. Более того, они делают все возможное, чтобы те, кто смог спастись, умерли позже. Они не дают возможности доставлять туда воду или отравляют ее. Они делают всевозможное зло. Мусульмане должны проснуться. Мы должны знать, что быть людьми. Это не значит жить на Западе. Люди должны быть сострадательными. Люди, которых Аллах Азава Джала создал как людей, должны быть милосердны. Когда в людях нет милосердия, они хуже диких животных. Дикие животные нападают и убивают друг друга, когда гладные. Но если они не могут их поймать, они оставляют их. Люди же не такие. Люди не оставят и не остановятся, пока до конца не покончат со всеми. Мусульмане должны понять это. Они уже поняли. Наверняка каждый извлек из этого урок. Но тем не менее, многие люди продолжают смотреть на Запад. Запад сделает это за нас. Мы нравимся Западу. Западу не нравилось, что мы носим феску, головной убор, на голове. Иногда наши люди из чувства патриотизма к своей стране надевают феску в кино, чтобы представить свой народ. Так они из-за этого поднимают такой шум. «Аллах, Аллах, что это еще за головной убор такой? Мы разве так одеваемся?» И они так расстраиваются, что больше даже и не осмеливаются его надевать. Да, не лишит Аллах, людей разума. Сейчас очень мало умных людей. Везде полно глупых людей. Да, поможет нам Аллах. Наша ситуация действительно. Люди должны думать, потому что даже мусульмане, к сожалению, проявляют уважение к тем, кто причиняет нам зло. Они относятся к плохому, как к хорошему. Они поощряют зло. Оно им кажется хорошим. То зло, которое погубило османов, сейчас, это самые общепринятые вещи и самые поощряемые вещи. Тогда как, если бы люди немного подумали, они бы это поняли. Кроме того, они обманывают всех людей. И что нам больше всего не нравится, так это то, что люди, которые считают себя мусульманами, этого не видят. Они слепы. Они не видят, как много вреда причиняется нам. И наоборот, аплодируют тем, кто причиняет нам вред. Те, кто причиняет нам вред, всем очевидны. Все видят то, что они делают. Им без разницы, что это дети. Они совершают это зло на глазах у всего мира. А потом говорят, мы так расстроены. Если вы расстроены, то хотя бы отвергните это зло и скажите, мы этого не принимаем. Мы не принимаем того, чего не принимает Аллах. Мы не принимаем ничего из того, что отвергает Аллах Аза Баджала. Но мы ничего не можем сделать. Это дела Аллаха. Он для всего определил свое время. Придет время с позволения Аллаха, и везде воцарится мир. Положение, которое сейчас есть, оно и останется таким. Притеснение не прекратится. Когда оно прекратится? Когда ислам распространится по всему миру, и это уже близко. У всего есть свой конец. И конец этой ситуации близок, инша Аллах, потому что человечество еще не видело такого беспредела. Люди нашего времени думают, что плохое — это хорошо, и с радостью аплодируют этому. И с радостью аплодируют, и с радостью аплодируют. Пришел в Таев, чтобы призвать его жителей к поклонению Аллаху. Они отвергли его призыв и подговорили своих детей бросать в него камни. Джибриль явился к пророку, да благословит его Аллах, и приветствует, и сказал, «Если хочешь, в один миг я уничтожу их своим крылом». Пророк, да благословит его Аллах, и приветствует, сказал, «Нет». Эти люди не ведают, что творят, инша Аллах, они поймут это. Если они не поймут, они будут страдать, мы просим, чтобы Аллах помог нам. Пусть Аллах даст понимание нашим людям, тем, кто считает себя мусульманами, потому что с ними играют как с игрушкой. Им показывают плохое как хорошее, а хорошее как плохое. Аллах Азаваджала даровал ум людям. Они должны отличать плохое от хорошего, не торопясь смотреть, что хорошо, а что плохо. Не спешите. Не бегайте за всеми подряд. Не все люди искренние. Людей с чистыми намерениями очень мало, меньше, чем один на тысячу. Даже если будет всего лишь один на десять тысяч или один на сто тысяч, это уже будет хорошо. С тех пор, как 15-20 лет назад интернет вошел в нашу жизнь, везде публикуются новости, и люди им верят. Правда сейчас уже не так этому верят, но все равно некоторые вещи достигают своей цели, и люди верят в них. Не верьте ничему. Аллах даровал вам разум и понимание. Не спешите это принимать, и делать выводы не нужно. В чем нужно проявлять спешку? Так это в совершении добрых дел. Спешите молиться, спешите поститься, спешите выплачивать закат, спешите раздавать садаку. Если речь идет о браке, поспешите с этим, женитесь. Так же и с хаджем. Это те дела, которые нельзя откладывать. Вы должны поспешить с их выполнением, поскольку неизвестно, когда может прийти к вам смерть. Старайтесь выполнить эти добрые дела и веления Аллаха Аза Ваджала. В противном случае, если вы будете бегать за бесполезными вещами и торопиться, позже вы можете пожалеть об этом. Но вы никогда не пожалеете о том, что предписано Аллахом Аза Ваджала. Люди никогда не будут сожалеть по этому поводу. Но в других делах люди часто испытывают сожаление. Почему мы сейчас говорим об этом? Потому что мы живем в конце времен и везде полно разных шарлатан. они торопят людей и крадут у них деньги. Они говорят им, вложите ваши деньги сюда, и вы заработаете много денег. Если вы не придете туда-то, мы вас схватим. Есть и такое. Поэтому никогда не спешите принимать решения. Как мы уже сказали, то, к чему вы должны стремиться, это прежде всего выполнять веления Аллаха Аза Ваджала. Пусть он поможет нам совершать эти прекрасные вещи. Пусть он поможет нам, инша-аллах. Вообще не нужно спешить в решении мирских проблем, потому что если эти проблемы должны прийти к вам, они обязательно придут. Поэтому не нужно спешить с этим. Не важно, поспешите вы или нет, они придут. А если им не суждено к вам прийти, вы можете спешить сколько угодно, они все равно не придут. Это адап религии, ислам и нашего тариката. Таковы их предписания. Мне нужно следовать за каждым человеком. Да поможет Аллах, людям конца времен. Война идет со всех сторон, не только с применением оружия и бомб. Они используют такое оружие, которое намного хуже бомб. Они воздействуют на умы и головы людей так, что после у людей не остается никакой веры с таким оружием. Да, защитит нас Аллах. Сейчас в людях не осталось ни человечности, ни хороших манер, ничего. Они хуже пуль и бомб. От пули ты умрешь и станешь шахидом. То же самое и с бомбой. Тогда ты спасаешь свой Ахират. Да упасет вас Аллах, если вы попадете под их прицел, и они ударят по вам, и вы позволите этому случиться, тогда для вас это может плохо закончиться. Да, защитит нас Аллах. От зла шайтана и особенно от зла людей. Люди еще более опасны, чем шайтан. Шайтан сказал Аллаху Азаваджала, зачем ты создал их? Они хуже меня. Человечество действительно таково. Мы просим, чтобы Аллах помог нам. Мы не просим ничего другого. В амин Аллахе от Туфик. Аль-Фатиха. 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 Субтитры подогнал «Симон»